Если хотите приготовить что-то вкусненькое на праздничный стол или семейный ужин, то этот рецепт то, что вам нужно. Сегодня готовим крученники подливья из белых грибов. Это блюдо готовится не быстро, но зато без всяких проблем. И получается такое вкусное, что на аромат собирается вся семья. И оторваться от этих нежных и сочных рулетиков просто невозможно. Для приготовления нам понадобится мясо, сушеные грибы, вода, сметана, морковь, лук, крахмал, соль, перец по вкусу. Первым делом приготовим начинку. Перед приготовлением необходимо замочить грибы на 1 час в теплой воде, а лучше в молоке. Сливаю жидкость, затем добавляю грибы в сотейник. Заливаю пол-литра холодной воды и отправляю на средний огонь. С момента закипания варим 4-5 минут. Затем вытащить грибы и мелко нарезать. Грибной отвар не выливаем, он нам еще пригодится. Лук чистим, моем, нарезаем небольшим кубиком. В сковороду наливаем 3-4 столовые ложки растительного масла и пассируем лук до прозрачности. Одну небольшую морковь чистим, измельчаем на крупную терку и добавляем к луку. Пассируем овощи 2-3 минуты. Морковь должна стать мягкой. Добавляем измельченные грибы. Немножко солим и томим все вместе еще 3-4 минуты. Снимаем с огня и даем немного остыть. Пока остывает начинка, подготовим мясо. У меня свиной балык. Хотя такое блюдо можно приготовить из куриного филе. Мясо нарезаем пластинами толщиной примерно 1 см. Чтобы было легче нарезать, рекомендую предварительно его чуть подморозить. Так удобнее и кусочки получаются ровными. Битки хорошенько отбить с двух сторон. Но аккуратно, чтобы не порвать. На край каждого отбитого кусочка мяса кладем примерно 1 чайную ложку начинки. Если у вас беточки шире, чем у меня, можно класть и побольше. Оставляем свободный край и плотно заворачиваем. Продолжение следует... В большой сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем крученки швом вниз. Так они не будут раскручиваться во время готовки. Жарим на среднем огне до зарумянивания с каждой стороны. Я переложила поджаренные крученки в более широкую сковороду. Так как в предыдущую вся партия не влезла. Заливаем грибным соусом, который у нас остался после варки. Солим, перчим по вкусу. Можно добавить любые приправы. Накрываем крышкой и томим еще 5-7 минут до мягкости. Затем снимаем крышку. Перекладываем крученки в чистую тарелку либо лоток. Держим в тепле и обязательно накрываем. В сковороду, в которой жарилось мясо, добавляем 1 столовую ложку с горкой сметаны. Хорошо перемешиваем. Крахмал смешиваем с 30 мл холодной воды и добавляем к соусу. Варим, помешивая до загустения. Снимаем с огня и пробуем на вкус. Если надо, солим, перчим. Крученки можно выложить в соус, а можно подать так. Выкладываем готовое блюдо на картофельное пюре. Обильно поливаем соусом и подаем к столу. Друзья, это очень вкусно и сытно. Такое блюдо можно готовить с обычными грибами, шампиньонами либо вешенками. Крученки получаются настолько вкусными, что на аромат соберется вся семья. И оторваться от этих нежных и сочных рулетиков просто невозможно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соц. сетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео рецептах. С вами была Нейля. Всем смачного! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok